Продолжим наш разговор про альвозын, про шаблон, про словесный трафарет. Мы сказали, что когда ученые после рассмотрения арабских слов заметили, что большинство из них, то есть большинство слов, бывают трех буквными, как имена существительные, так и глаголы. Увидев это, они взяли за шаблон модель, состоящую из трех букв фа, айн и лам, которые имеют тот же вид и образ, что и рассматриваемое, взвешиваемое слово, то есть соответствие во всем, в огласовках, суконах, количестве и порядке букв. Для того, чтобы узнать, какие буквы корневые, а какие добавочные, нужно просто преобразовать слово в различные формы, например, корень основа кэтаба, писать, состоящий из трех корневых букв. При изменении или преобразовании ее в различные формы, мы видим, что ее корень, то есть эти три буквы, кафта и ба, сохраняются, а другие добавленные или добавочные буквы, они то появляются, то исчезают, в зависимости от образуемой формы. Например, образуем от кэтаба форму альмудара, форму настоящего будущего времени, альмудара яктубу, по модели яфолю. Как мы видим, здесь добавлена буква я в начале, которой не будет, если мы преобразуем этот глухол в форму, например, амра, форму повеления приказа, и скажем, уктуб, пиши, по модели уфолю, с добавлением соединительный хамз в начале. Как мы видим, буква я исчезла, так как она добавочная буква, а три корневые буквы, кафта и ба, везде присутствуют, сохраняются. Приведем еще примеры, другие примеры, форму, например, исмуфа'ль, имя действователя при части действительного залога, ка-тибун, ка-тибун, то есть писатель по модели или шаблону фа'льун. Здесь, как мы видим, нет буквы я, которая имелась в начале глагола, в начале формы альмудара, глагол настоящего будущего времени, яктубу. Также мы видим, что здесь нет соединительной хамзы, которая была в начале формы приказа уктуб, а также как я или хамза, алиф после кафа, в форме ка-тибун тоже является добавленной буквой, а значит ее тоже не будет, если мы приведем другую форму от корня к этому, например, форму исмафа'ль, именем поддействованного при части и страдательного залога, допустим, мактубу, написанное или письмо. Здесь, как мы видим, нет алифа, который был в форме ка-тибун, являющимся исмуфа'ль. Однако здесь в мактуб у нас появились две новые добавочные буквы, это мим и ва, благодаря которым и образуется форма исмафа'ль, имя поддействованного при части и страдательного залога от любого трехбуквенного переходного глагола. Если образовать какую-либо другую форму, мы видим, как эти две буквы мим и ва тоже исчезнут, так как они не корневые, а добавочные. И как мы видим, во всех этих формах три корневые буквы кафта и ба сохраняются, в то время как добавочные буквы непостоянны, они исчезают, так как их роль меняется от одной формы к другой. В то же время мы видим, как корневые буквы взвешиваемого слова, рассматриваемого слова, обозначены тремя буквами фа, айн и лам, перед или между, которыми добавляется добавочная буква. В то время как добавленная буква напишется и подробляется как есть, как в рассматриваемом взвешиваемом слове, так и в его шаблоне, в модели. Например, в слове мактубан по модели мафолин мы видим, что три корневые буквы кафта и ба слова мактубан обозначены тремя буквами фа, айн и лам в шаблоне в модели мафолин. Добавочные буквы мим в начале и вау в середине, они присутствуют, имеются как в слове мактубан, так и в его шаблоне мафолин. Это то, что касается первообразных слов с тремя корневыми буквами, будь это имена существительные или глаголы, то есть слова, в которых все буквы являются корневыми и нет ни одной добавленной буквы. Однако, когда мы говорим, что большинство арабских слов в первообразной форме, то есть содержащих только корневые буквы, когда мы говорим, что они бывают трехбуквными, это дает нам понять, что не все слова первообразной формы, то есть без добавления, являются трехбуквными. Так оно и есть. Перообразные слова, то есть слова, которые содержат в себе только корневые буквы, бывают не только трехбуквными, но и имеющими больше, чем три буквы. Так, если взять им, например, первообразную форму, то оно бывает трех видов. Трех буквы, как, например, «раджулун» по модели фаалун, «илмун» по модели фаалун, «сабрун» по модели фаалун. А также может быть четырех буквы, у которых все четыре буквы являются корневыми, без добавления. Например, «джафарун» по модели фаалун, «дирхман» по модели фаалун, «худхудун» по модели фаалун. И пяти буквы, как, например, «сафаржулун» по модели фаалун, «джахмариш» и так далее. Также и глагол в первообразной форме. Иногда может иметь в своем корне более 7 буков. Так, глагол в первообразной форме, то есть без добавления бывают 2 видов. 3 буков на глагол первообразной форме. Как, например, кетабу по модели фаалы, арахима по модели фаиля и хасану по модели фаоля. А также 4 буков на глагол. В первообразной форме. Но здесь у нас всего лишь 1 единственная форма глагола. Шаблон это фаалurgence, как, например, дахаржа, зан-заля васфаса и так далее. Значит, как мы видим, имя первообразной формы без добавления бывает трёхвидов. Трёхбуквенным, четырёхбуквенным и пятибуквенным. А глагол первообразной формы, то есть без добавления, бывает всего лишь двухвидов, трёхбуквенным и четырёхбуквенным. Пятибуквенного глагола первообразной формы, то есть пятибуквенного глагола, у которого все пять букв являются корневыми, такого глагола не существует. А значит, если у нас глагол пятибуквенный, то мы знаем, что он обязательно содержит в себе одну или две добавочные буквы, в зависимости от того, образован ли он от трёхбуквного глагола, то есть 3 плюс 2 – 5, или от четырёхбуквного глагола, то есть 4 плюс 1 – 5. Итак, если перед нами имя первообразной формы с четырьмя или пятикорневыми буквами, или глагол первообразной формы с четырьмя корневыми буквами, мы знаем, что для их взвешивания недостаточно шаблона трёхбуквных имён или глаголов по модели состоящих трёх букв «фа, айнам», так как этот шаблон только для трёхбуквного слова, А мы говорим про слова, в которых имеется 4 или 5 корневых букв. Поэтому здесь уже для обозначения этого, наряду с 3 корневыми буквами, 4 или 5 букв, нужно что-то другое дополнительно. О чем, иншаллах, мы и поговорим на следующем уроке. Аллаху алам.